Здравствуйте! Это программа «Бизнес. Вектор. Регион». Поговорим о главных экономических новостях, развитии бизнеса и финансах. В городах Золотого Кольца планируют вести туристический сбор. Он будет аналогичен курортному, который взимается в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях. Туристический сбор городов Золотого Кольца может составить до 2% от суммы, которую приезжий потратит на проживание. То есть в среднем 600 рублей. Рязанская область, которая недавно подала заявку на включение в состав Золотого Кольца, также заявила о готовности вести сбор. Более 2,5 тысяч клиентов Натали Турс требует выплату компенсации, сообщает в Ассоциации туроператоров. Сотрудники Ингостраха продолжают принимать заявления от пострадавших. В страховую на данный момент обратилось 17 рязанцев. Напомню, что Натали Турс аннулировала все проданные путевки на сумму миллиард рублей и объявила себя банкротом. В результате 6 тысяч туристов не смогли выехать за границу. Первые выплаты клиентам начнутся 2 октября. В Рязанском управлении федеральной антимонопольной службы подвели итоги работы за последние месяцы. Речь шла о реализации федеральной программы, направленной на развитие конкуренции. Три этапа предстоит пройти до 2020 года. Естественно, основная задача связана с тем, чтобы защитить права хозяйствующих субъектов, которые работают на рынке, в том числе и население. Если, например, предприятия, которые занимают доминирующие положения, такие права нарушают. Это, как правило, одна из целей и задач развития национального плана. Россиян могут ограничить в кредитах. В Госдуме готовится рассмотреть законопроект, который запретит банкам выдавать новый кредит заемщику в случае, если тот тратит половину своего дохода на погашение существующих долгов. Существенный нюанс учитывать будут зарплату не одного человека, а работоспособных членов его семьи. Изменения должны затронуться не только банки, но и микрофинансовые организации. Последним также запретят начислять непомерные пении штрафы за просрочку платежей. Оформить электронный полис ОСАГО стало проще. В силу вступили изменения, которые делают сервис электронных продаж доступнее и безопаснее для потребителей. Согласно указанию Банка России, ключ электронной подписи теперь может состоять только из латинских букв и цифр. Это позволит автовладельцу проще регистрироваться в личном кабинете на сайте страховщика. Также изменились и требования к электронным копиям документов, которые необходимо загрузить на сайт. В регионе идет массовая рассылка уведомлений для уплаты имущественных налогов. Рязанцы должны оплатить их до 3 декабря. Налоговая служба сформировала более 600 тысяч уведомлений. Их количество в этом году значительно уменьшилось, несмотря на рост имущественных объектов. Это связано с тем, что льготные категории граждан, которые имеют в собственности не более 6 соток земли, освобождаются от уплаты налога. Также в этом году для удобства пользователей была представлена новая версия сервиса личный кабинет. В случае регистрации на сайте уведомление придет в электронном виде. Также в налоговой отмечают. Среди рязанцев по-прежнему числится много должников. В службу судебных приставов передано более 9 тысяч исполнительных документов. Очень действенная мера – это ограничение выезда за рубеж, который очень активно мы использовали в летнем периоде. Что означает эта мера? Те должники, у которых сумма налоговых обязательств за должность перед бюджетом составляет более 30 тысяч рублей, они не смогут покинуть пределы Российской Федерации. Контролировать свои пенсионные накопления будет легче. С 1 января 2019 года меняется процедура перехода из одного негосударственного пенсионного фонда в другой. Специалистов обяжут сообщать гражданам о потере инвестиционного дохода в случае досрочной смены фонда. Сейчас же, как показывает практика, чаще всего агенты приходят гражданам уговаривать сменить фонд, не предупреждая, что такое возможно делать раз в пять лет. Нередки случаи, когда агенты переводят в другой пенсионный фонд без спроса. Только за первый квартал этого года финансовые потери россиян составили около 34 миллиардов рублей. Теперь фонды будут сами применять санкции в отношении непорядочных агентов. А если выяснится, что и сама организация поступает недобросовестным образом, ее накажет регулятор. Федеральные льготники Рязанской области до 1 октября должны сделать выбор – получать соцпакет в натуральном виде или заменить его денежной выплатой. Набор социальных услуг включает медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющие. При этом можно отказаться как от всего соцпакета, так и от его части. Те льготники, которые имеют право получать лекарственные препараты за счет средств федерального бюджета, они могут сохранить или подтвердить заново свое право на получение лекарственных препаратов бесплатно на следующий календарный год, обратившись в управление пенсионного фонда по Рязанской области. В Рязанской области идет полным ходом сев озимых зерновых культур. Плохая погода негативно сказывается на урожай, но для селекционеров это дополнительный стимул. Разрабатывают другие сорта более устойчивые. Виктория Данильна продолжит. Сев озимых зерновых культур идет не только в производственных хозяйствах, но и в научных учреждениях. Но если аграриям засуха несет ущерб, то селекционерам только благо. Как говорят сотрудники Подвязельского института семеноводства и агротехнологии, экстремальная погода помогает выращивать новые сорта зерновых, еще более устойчивые к любым изменениям климата. Мы рады всем нюансам погоды, даже критическим. Это нам позволяет создать более адапционные, устойчивые, стабильные сорта, дающие урожайность, независимо от погодных условий, всегда дают стабильный урожай, высокий, с хорошим качеством зерна. Ангелина, Виола, Даная. Эти сорта пшеницы сейчас высеиваются на семеноводческих полях. Они отличаются высокой продуктивностью и зимостойкостью. Есть и перспективные сорта, такие как Глафира, Галатея, Окская краса. В настоящее время они находятся на селекционных испытаниях. Всего же в коллекции института уже около 150 сортов озимых. А чтобы получить один гибрид, требуется не менее 10 лет, говорят сотрудники учреждения. У нас есть коллекционный питомник, в котором подбираются сорта. Мы уже знаем, что конкретный сорт чем отличается. Некоторый отличается сорт высокой зимостойкостью. Другой сорт отличается высокой продуктивностью. Третий сорт может отличаться высоким качеством зерна. Мы это все анализируем, подбираем родительские пары и производим скрещивание. Гибридный материал высеивается на небольших площадях от 1 до 3 квадратных метров. А для этого требуется специальная техника. Например, вот эта небольшая селка, которая оснащена компьютером. Это позволяет анализировать весь процесс посева. Закладывается программа, и по этой программе мы уже закладываем в определенное количество зерен, определенное количество метровочки получается. Селекционные свои делянки испытываем на естественном фоне. Никаких гербицидов и индексицидов мы не применяем. Селекционеры анализируют весь процесс роста озимых. От всхода посевов до восковой спелости культур. Образцы, которые не выдерживают испытания погоды, бракуются. Иммунные образцы отправляются на государственные сортовые испытания. Далее этот селекционный материал передается сельхозпредприятиям по всей стране. Аграрии уже могут использовать их в производстве. В Рязани идет активное строительство детских садов. Открываются новые дополнительные ясельные группы. К весне следующего года должно появиться 530 новых мест. Алина Мулюкина о том, как сократится очередь в детские сады для детей до трех лет. Физкультура – любимое занятие дошколят. К здоровому образу жизни воспитанников здесь приучают с раннего возраста. В Подвязевском детском саду созданы все условия для пребывания самых маленьких. Детям на трех лет нужен особый режим дня, отдельное меню и, конечно, специальный подход. Они только привыкают к жизни в социуме. В дошкольном учреждении ясельная группа полностью укомплектована, рассказывает заведующая Галина Лиманская. Всего в этом году здесь приняли 139 дошколят. Это типовой детский сад. Построен он в 1972 году. Он и был рассчитан на 6 групп. И в те годы в пределах 140 детей его посещали. Так вот мы практически сейчас уже вышли на это количество. Очереди у нас нет. Мы практически забираем всех желающих. Надеюсь, также в этом году. На сегодняшний день в Рязанской области работает более 300 детских садов. В этом году открыто 6 новых групп на 123 места. В Александреневском, Скопинском, Ряжском, Рязанском и Сараевском районах. Новый детский сад строят и в областном центре в районе Кольное. Всего в этом году в дошкольное учреждение отправились 7,5 тысяч юных рязанцев. Несмотря на то, что с 2012 года нам удалось создать 6 тысяч дополнительных мест, к сожалению, очередь остается. И прежде всего это места, которые востребованы детьми раннего возраста. Это дети от 2 месяцев до 3 лет. В очереди сейчас, электронной очереди, у нас около 4 тысяч детей. Ну и над этим, безусловно, мы будем работать. Согласно статистике, в нашем регионе устроить ребенка в ясли может лишь каждая вторая мама. В Министерстве образования говорят, первоочередная задача в ближайшие полгода к детским садам области пристроить дополнительно 8 ясина групп, рассчитанных на 530 мест. Тендеры уже разместили на сайте госзакупок. Алина Млюкина, Алена Савельева, Юрий Косоротов, Евгений Ленов, Вести Рязань. Десятки рязанских агропредприятий хозяйств области приняли участие в фестивале «Спажинки». Они представили свою продукцию и последние наработки Виктории Данилина о перспективах роста местного производства. Фестиваль «Спажинки» – это одновременно и выставка, и ярмарка. У каждого района своя площадка. Здесь сельхозпредприятия представили новые образцы техники и свой товар. Хлебобулочную, мясную и молочную продукцию можно было не только продегустировать, но и купить. Например, компания «Кортлав» угостила посетителей праздника мясной продукции из линейки «ГОСТ». Рязанцы насладились всем известными вареными колбасами – докторской, русской, чайной. Попробовали московскую варенокопченую колбасу, ветчину и холодец, сваренный исключительно по домашним технологиям. Купили холодец, причем пришли второй раз сюда, поскольку это чудесно, все, что сделано чудесно. Мы очарованы. Спасибо тем, кто это все сделал. Я пробовал копченую колбасу, вареную колбасу. Конечно, оригинальный вкус, остренькие специи. Очень короче впечатление осталось. Отличается от того, что мы, допустим, покупали раньше. Предприятие выпускает более ста видов продукции. И это не только традиционные мясные изделия, но и деликатесы. На рязанском рынке компания «Кортлав» работает уже более 15 лет. И за это время завоевала доверие большого количества покупателей. Надо покупать наш отечественный продукт, наш рязанский продукт. Мы выставляемся на всех ярмарках. Как показывает практика, продукции местных производителей с каждым годом становятся популярнее у жителей региона. Причем многие из этих рязанских продуктов получили одобрение не только российских, но и зарубежных экспертов. Наш один из сыров Евпатий занял недавно первое место на выставке ярмарки ВДНХ. Причем в комиссии были иностранные представители, в том числе сыроделы Франции оценивали качество этого сыра. Традиционная площадка «Рязанский» и «Каравай» работала в этом году в новом формате. 25 хлебозаводов и небольших пекарен угостили посетителей фестиваля сладкими кондитерскими изделиями. Кексами самых разных форм из дрожжевого и бисквитного теста. Удивили пекаря-рязанцев и большими пирогами с оригинальными начинками и украшениями. Отдельные площадки были посвящены сельскохозяйственным животным – рыбам, овцам, кроликам и птицам. Представлены утки, гуси, перепелки есть, цесарки, дюки. То есть разновидностей очень много. Это даже не все то, что влезло в машину. Рязанские предприятия представили и молочных коров. Этих нарядных буренок посетители смогли погладить и накормить, разглядеть и выбрать самое симпатичное. А в честь праздника коровы угостили рязанцев парным молоком. Специалисты привезли на праздник даже переносной доильный аппарат. «Посмотрите, какой ажиотаж возле клетки с телятами. Маленькие ребятишки. Но они должны понимать, что это живые организмы, откуда молочко получается. Ну, что не из бутылки, не из пакета». На празднике урожая звучали русские народные песни. Для детей были созданы специальные игровые площадки в Сене. Конно-спортивный клуб организовал показательное выступление. Как говорят рязанцы, сельские жители вновь удивили горожан. «Ощутили все это, жить в деревенскую. А то в городе живут, не знают, что это даже. А то пришли на фестиваль, посмотрели, какие у нас есть животные. Посмотрели на нашу технику». «Чтобы не забывали про сельское хозяйство, что оно на высоте у нас. Потому что люди живут в городе и часто очень забывают, что нас окружает». Традиционным праздником с Пожинки рязанские сельхозпроизводители подвели итоги уборочной кампании. И порадоваться есть чему, говорят аграрии. Несмотря на засушливую погоду, урожай в этом году предприятия получили весьма неплохой. Виктория Данилина, Евгений Леонов, Вести Рязань. И на этом у меня все. Это была программа «Бизнес века. Регион». До встречи!